Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Страшная авария в краевой столице. Один человек погиб. Что могло стать причиной трагедии? В Алтайском крае хотят ограничить работу пивных магазинов. Предложение может коснуться около тысячи точек в городе. 20 тысяч машин в сутки на Чуйском тракте расширяют один из самых загруженных участков. В Барнауле сегодня утром погиб мотоциклист. Это случилось в 10 часов на улице Георгиева. За рулем ВАЗ-2121 находился пожилой мужчина 37-го года рождения. Он и столкнулся с мотоциклом Кавасаки, управлял которым мужчина 88-го года рождения. Я поворачивал налево, на зеленый, а он ищался со скоростью такой, что... Быстро ехал, да? Да. В результате столкновения мотоциклист погиб. Сопутствующим фактором данного транспортного происшествия стало нарушение скоростного режима водителям мотоцикла, который погиб. Уважаемые мотоциклисты, призываю вас соблюдать скоростной режим. В настоящее время в автоинспекции проводится проверка, устанавливаются все факты происшествия. Всего в этом сезоне на дорогах Барнаула произошло 34 ДТП с участием мототранспорта. Один человек погиб, 40 получили травмы различной степени тяжести. И к другим темам. Сегодня в Барнаульской городской думе состоялось заседание. В центре повестки внесение изменений в бюджет города на текущий 2023 год. Депутаты единогласно поддержали выдвинутые предложения. Продолжит Валентина Аскерова. Начальник городской полиции Александр Майдеров на заседании городской думы отметил, что преступность в Барнауле за последние полгода снизилась, а уровень раскрываемости дел повысился. В качестве приоритетных реализовывались мероприятия по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, противодействию экстремизму, незаконной миграции, защите интересов в сфере экономики, профилактики правонарушений. После доклада защитника правопорядка депутаты приступили к пересмотру городского бюджета. Председатель комитета по финансам Ольга Шернина отметила, что объем доходов бюджета уточнен в части межбюджетных трансфертов. Дополнительную финансовую помощь направят на следующие мероприятия. На оплату труда работников муниципальных учреждений, со строительства школы в квартале 2011, для частичного оплату стоимости путев в загородные лагеря отдыха, на проведение капитального ремонта и антитеррористические мероприятия в учреждениях образования. Федеральные средства на строительство двух школ в Барнауле отозванные. Причина на поверхности. Объекты нереально построить и ввести в эксплуатацию в течение одного года. Поэтому эти деньги были возвращены, но в дальнейшем мы предполагаем, что, конечно же, эта работа будет сделана по нацпроектам. Но при этом я бы хотела отметить, что мы получили деньги из регионального бюджета и достраиваем школу на взлетные 56. И здесь строительство школы за три года у нас стоит более 900 миллионов. И здесь мы вкладываем и краевые деньги, и городские. Что касается в целом объема доходов городского бюджета, то цифра превышает 25 миллиардов рублей. Расходы – 26 миллиардов. Дефицит бюджета не увеличился. Остался на уровне прошлого года – 1 миллиард 400 миллионов рублей. Муниципальный долг в этом году, как собственный, на протяжении многих лет отсутствует. На заседании депутаты уделили внимание инициативному бюджетированию. Речь идет о порядке в движении проектов. Сегодня мы вносим такую поправку, что один проект, стоимость одного проекта, не может превышать 10% от запланированных средств на год. Вот я вам озвучила 50 миллионов на следующий год. Следовательно, проект не должен превышать стоимости 5 миллионов. Это мы говорим с вами о бюджетных деньгах. Увеличены расходы на переселение людей из аварийного жилья, продление контракта на пассажироперевозки, содержание дорожной сети в зимний период, а также капитальный ремонт образовательных учреждений. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Ограничить время работы пивных магазинов до 23.00. С таким предложением на заседании городской думы выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдров. Это касается заведений, которые находятся в жилых домах. Поводом для такого предложения стали многочисленные жалобы людей на шум от пивных магазинов. Каждый день поступает порядка 600 сообщений. Обычно это жалобы на громкую музыку, драки или на оставленный мусор. По словам Майдрова, если ограничить время работы и воплотить этот механизм в жизнь, то порядка в городе будет больше. Напомним, на сегодняшний день в Барнауле работает 850 магазинов разливного пива. Некоторые закрываются после 23 часов, а кто-то работает круглосуточно. Продажа алкоголя в Алтайском крае, напомним, разрешена до 21 часа. Однако в кафе и в пивных такого ограничения нет, при условии, что распитие будет тут же на месте. Однако многие питейные заведения отпускают хмельной продукт на вынос. Работы по расширению Чуйского тракта с двух до четырех полос в Алтайском крае идут с опережением графика. Нагрузка на дорогу серьезная. По направлению Барнаул-Бийск проходит большой автомобильный трафик. Сегодня выполняют капитальный ремонт в Косихинском районе на участке от станции Боянова до села Полковниково. Когда можно будет проехать по новому покрытию, об этом в нашем следующем сюжете. Самые популярные дорожные маршруты в Алтайском крае пролегают через Чуйский тракт. Причем как для туристов, так и для жителей региона. Ежегодно по нему проезжают сотни тысяч автомобилей. Так, например, в Косихинском районе проезжает 20 тысяч авто в сутки. Поэтому проезжую часть активно расширяют. Сегодня это участок от станции Боянова до села Полковниково. Дорогу восстанавливают по современным стандартам безопасности, чтобы она выдерживала большие нагрузки. На данном этапе мы выполняем работы по устройству асфальтобетонного покрытия нижнего слоя. Вообще, дорога у нас состоит из отсыпки. То есть двухполосная дорога была изначально. Мы расширяем до четырех полос с севым ограждением барьерным. Отсыпка у нас производится из грунта, земполотно. Далее идет рабочий слой из песка природного. Дополнительное основание из ЧПС и дорожная одежда. Срок службы дорожного полотна внушительный. 25 лет. Участок готов уже больше, чем на 50%. А дата завершения работ по графику – ноябрь 2024 года. Однако подрядчик планирует опередить его. В текущем 2023 году, в начале сентября, будет введено два участка капитального ремонта общей протяженностью 11 километров. 2024 год нам даст 17 километров капитального ремонта. И 2025 год – плюс 16 километров. Самая главная цель работ – конечно, повышение пропускной способности и безопасности дорожного движения. Добавим, на уже введенных объектах количество ДТП снизилось на 75%. А случаев гибели людей после открытия четырехполосного движения не было. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае осудили иностранца за организацию незаконной миграции и взятку должностному лицу. Приговор вступает в силу уже с сегодняшнего дня. Незаконный въезд двум нелегалам из Таджикистана организовал 48-летний мужчина. На своем автомобиле он решил перевезти мигрантов на территорию России, причем в обход пропускного пункта. Пограничники среагировали оперативно и задержали нелегалов недалеко от пункта пропуска Веселоярск в Рубцовском районе. Благодаря грамотным действиям пограничного наряда в пункте пропуска Веселоярск в Рубцовском районе злоумышленники были выявлены. Но проводник решил дважды нарушить закон. Предложил взятку в размере 40 тысяч рублей. Сотрудник погранслужбы, естественно, отказался. Суд оценил собранные в ходе следствия доказательства и признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. И к другим темам. Алтайский край – одна из ключевых территорий для улучшения российско-азиатских отношений. К такому выводу пришли министры региона во время заседания, посвященного развитию нашего субъекта. Как правительство края готовится к этим изменениям, смотрите в нашем сюжете. Развитие Алтайского края – это один из ключевых вопросов, который сейчас стоит перед экспертами региона и даже России. За последний месяц субъект посетило около десятка федеральных министров. Для них наша территория интересна как один из путей для инвестиций. Это отметил даже министр экономики России Максим Решетников. Я благодарил губернатора Алтайского края за грамотный подход к региональным мерам поддержки, которые реализуются в сочетании, в согласовании и в своего рода синергии с федеральными мерами поддержки. И он отметил, что не было другого региона, которому бы дали финансирование сразу на строительство трех новых заводов. Место для инвестиций было выбрано не случайно. Алтайский край – один из самых лучших регионов для наращивания отношений с азиатскими партнерами. Так Рапс, Лен и Сой уже успели завоевать китайский рынок. А некоторые предприниматели уже подумывают о создании заводов в других странах. Вместе с этим сменилось и направление импорта. Преимущественно у нас Европа раньше была, мы знаем, Германия, Италия – производители станков и оборудования. То, конечно, сегодня Индия, Китай – это те страны ключевые, из которых наши предприятия оборудование ввозят. Со стороны логистики тоже проблем не возникло. А к маршрутам на восток Барнаульский аэропорт подготовится без труда. А РЖД уже вовсю пробует новые транснациональные коридоры. Так, в июне прошлого года со станции Барнаул организованы первые перевозки по восточному маршруту через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с выходом на железнодорожную сеть Ирана, а также транспортные пути в Индию, Пакистан, Бангладеш, другие страны Юго-Восточной Азии. За семь месяцев этого года по этому коридору направили более 38 тысяч тонн. Сейчас в тестовом формате ведутся работы для перевозки муки из Барнаула по восточному коридору в порт Бендарабас. Если все пройдет успешно, то до конца года в Иран поступит около миллиона тонн продукции. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Уникальную операцию при лечении рака тела матки впервые провели в Алтайском онкодиспансерии. Новая методика позволит без лишних хирургических вмешательств выявить наличие метастазов в лимфоузлах малого таза. Тактикой лечения с алтайскими врачами поделились онкологи научного медцентра имени Блохина. Подробнее в сюжете. Лимфатические узлы – первое, что поражается при злокачественных опухолях женской половой системы. Ранее эту проблему решали радикально, удаляя все лимфоузлы в малом тазу, что зачастую приводило к тяжелым осложнениям. Например, к отекам нижних конечностей и нарушению работы кишечника. Новая методика позволяет действовать точечно. Так как первый метастатический удар от пораженного органа принимает на себя так называемый сторожевой узел, то его-то и нужно исследовать. Наша задача была сегодня, каким образом найти этот первый сторожевой лимфатический узел. Мы сегодня вводили специальный лимфотропный радиофарм препарат, так скажем, рядом с опухолю. Он накапливался именно в том самом первом сторожевом лимфатическом узле. И при помощи портативного гамма-зонта или гамма-детектора мы обнаруживали именно этот сторожевой лимфатический узел и удаляли его. Затем сторожевой узел отправляют на биопсию. И если он чист, то метастазов нет и в других узлах. Расширенного хирургического вмешательства не требуется. Получится сохранить естественное движение лимфы пациента и избежать осложнений. Показательную операцию в рамках мастер-класса провели сотрудники научного медцентра онкологии имени Блохина. Алтайскими врачами подобная тактика лечения не использовалась. Но после освоения ее внедрят в широкую практику. Делается, конечно же, не всем. Это пациентам с высокой группой риска. То есть это начиная со второй стадии. Это некоторые морфологические формы заболевания. Поэтому мы очень рады, что к нам уже не первый раз приехали наши старшие опытные коллеги из головного учреждения страны. Мы будем учиться и мы будем надеяться, что все это будет во благо наших пациентов. Не так давно этот же метод алтайские врачи освоили при лечении опухолей молочной железы. После применения биопсии сторожевого узла рецидивы заболевания среди пациенток не выявлялись. Что касается рака тела матки, в нашем крае заболеваемость за последние 10 лет выросла на 33%. Ежегодно выявляются около 500 случаев. Онкологи рекомендуют женщинам хотя бы раз в год посещать гинеколога и проводить УЗИ малого таза. Ирина Корчагина, Мария Мацаева, День с толком. А далее на главном футбольном поле школы Смертина появился новый искусственный газон. Укладывать вечно зеленую траву начали еще в прошлом месяце. А сегодня юные футболисты Алтая смогли оценить ее. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Старый газон, который прослужил в школе Алексея Смертина 5 лет, наконец-то демонтировали. Теперь на главном футбольном поле красуется новая искусственная трава. Ворс качественный, высота 6 сантиметров. Прослужит покрытие 5-7 лет. Поле было из Китая, соответствует всем стандартам, которые положены Российским футбольным союзом. Общий бюджет проекта 15,5 миллионов рублей. Все эти деньги из краевой казны. На этом искусственном газоне два слоя. Первый – кварцевый песок. Его привезли из Томска. А после его покроют резиновой крошкой. Ее должно быть больше. Она дает амортизацию. А еще продлит жизнь искусственной траве. И самое главное – минимизирует травматизм у футболистов. Особенно у вратарей. Поля абсолютно ровные, по всем стандартам сделаны. Если можете обратить внимание, ребята занимаются в шортах и в майках. То есть вратарей же это постоянные падения. На тренировке больше ста раз это происходит. А если после первого падения ты получаешь травму, то тебе уже не хочется второй раз падать. Ты начинаешь сейчас сидеть. Здесь они, соответственно, могут выполнять упражнения на максимуме на своем. Да и сами игроки сполна оценили новый газон. Поле довольно неплохое. Мне понравилось то, что оно мягкое. Тут неплохой отскок. Первый тренировочный процесс Поле почувствовал, а теперь очередь настоящих футбольных баталий. В субботу в рамках юношеской футбольной лиги зрители на новом искусственном газоне увидят сразу два противостояния. Алтай 2007-2008 сыграет против сверстников из Новосибирска. Начало матча в 12.00 и в 15.00. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Новую доску почета открыли в Ленинском районе. Заслуженные места на ней заняли те, кто уже внес и ежедневно продолжает вносить весомые вклады в развитие города и Ленинского района. Это 10 барнаульцев и 4 коллектива организаций. Ими гордится район. Это мероприятие ежегодно объединяет барнаульцев, которые добились высоких результатов в работе и общественной деятельности. Так, в Ленинском районе за свой профессионализм и желание быть полезным городу наградили представителей трудовых коллективов, общественников и просто активных жителей. Для моего коллектива это, безусловно, очень высокое достижение, потому что это оценка всей нашей деятельности. Это оценка не только администрации Ленинского района, но мы надеемся и всех жителей нашего района, и всех родителей наших, которые водят к нам своих ребятишек. На новой доске почета появилось 14 фотографий. Это 10 барнаульцев и 4 коллектива организаций. В год педагога и наставника этой чести удостоились те, кто посвятил свою жизнь детям и молодежи. Я очень сильно надеюсь, что те планы, которые мы для себя поставили, совместно с вами мы их обязательно реализуем на благо развития и процветания нашего любимого и дорогого Ленинского района. Пользуясь случаем, я хочу всех поздравить в этом зале с наступающим праздником, днем города Барнаула. Пожелать всем, конечно же, крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия и, конечно, реализации всех поставленных задач. По словам Евгения Авраменко, сегодня Ленинский район гордится своими промышленными предприятиями, объектами сельского хозяйства, культуры, спорта, здравоохранения. Труд каждого коллектива позволяет району занимать одну из лидирующих позиций в городе. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Не только тренировки и крупные турниры. Тренеры и бойцы Центра смешанных единоборств в Барнауле уже по доброй традиции сдали нормы ГТО. Мы расскажем, для чего это нужно профессиональным спортсменам. Воспитанники Центра смешанных единоборств ТОП-тим за последнее время весьма удачно ездят на турниры. Так, например, в клубе есть чемпионка России по ММА и даже тренеры сами успешно выступают на профессиональном уровне. Все это не мешает спортсменам разносторонне развиваться. Уже по доброй традиции Центр смешанных единоборств всем составом сдает нормы ГТО. Не спроста мы поставили сдачу норм ГТО летом, потому как есть такой у нас принцип периодизации. Мы занимаемся, собственно, единоборствами в сезон и в лето уходим в такую смену немножко нагрузки. Перестаем, можно сказать, бороться, драться и повышаем уровень физической подготовленности. И как результат в итоге сдаем нормы ГТО, чтобы проверить, в общем-то, свою физическую подготовку. Как отмечают организаторы, в прошлом году нормативы сдали около 50 ребят. В этом их уже больше 80. Интерес растет. Специалисты Центра ГТО готовят для спортсменов все площадки для выполнения заданий. Сегодня у нас гимнастический блок, также у нас стрельба из электронного оружия. Гимнастический блок – это мы будем проверять гибкость, мы будем проверять силу, мы будем проверять ловкость, прыжок. А также мы будем у них принимать такой норматив, как самозащита без оружия. Норма ГТО – разносторонний комплекс. Он проверяет все качества спортсмена – выносливость, силу, скоростные и прикладные навыки, ловкость и точность. Однако бойцам не стоит забывать и про соблюдение питьевого режима во время занятия спортом. Советские тренера запрещали пить воду. Нынешняя школа спорта вообще чуть поменяла, как бы, взгляды на этот процесс. Сейчас обязательно ребята пьют водичку во время тренировки, как чистую воду, так и изотонические напитки. Поэтому это очень важный элемент в подготовке спортсменов. В первый день спортсмены сдавали нормы ГТО в зале. На втором этапе их будет ждать легкоатлетический этап. Отрадно в этой ситуации то, что все больше спортсменов поддерживают такой тренд, как сдачу норм ГТО. Так, в общем рейтинге наш край занимает уже 69 место из 85. Буквально год назад мы замыкали этот список. Такой подъем – это наша общая победа. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Данил Кузнецов. День с толком. В ноябре в Барнауле состоится крупнейшее мероприятие. Правда, раскрывать всех карт мы пока не будем. Однако небольшой анонс все же сделаем. Дмитрию Дроздову слово. В Барнауле в ноябре месяце состоится очень крупное и интересное мероприятие. По городу оформлены на экранах вот такие вот уже анонсы. Мы покажем барнаульцам вот такое видео. И они поделятся своими эмоциями и мыслями. Как они думают, анонс какого мероприятия является это видео? Я думаю, это какой-нибудь творческий конкурс. Скорее всего, танцы будут. Ну, я думаю, что, скорее всего, это творческое какое-то мероприятие, которое будет проводиться в городе. День здоровья, возможно, какой-нибудь. День культуры какой-нибудь, не знаю. Ну, точно не красоты, но, может быть, что-нибудь со спортом связано. Я думаю, что это все российского уровня. Вот такие идеи и мысли у наших жителей города Барнаула. Следующие подробности, анонсы и маленькие затравочки смотрите в наших следующих выпусках. И, кстати, случайно лезь. За моей спиной находится Читов-арена. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Михаил Филиппов. День с толком. Понаблюдать за Луной, Сатурном и Юпитером через профессиональный телескоп. Такая возможность есть у каждого жителя Барнаула. В Нагорном парке любители астрономического объединения ждут всех желающих 26 и 27 августа с 9 до 11 вечера. Полюбоваться космическими объектами можно будет совершенно бесплатно, а эксперты ответят на любые вопросы. Важно отметить, что мероприятие состоится при условии ясного неба. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Продолжение следует...